А теперь о новой порции разоблачения от президента Украины. Заработать баллы к своему рейтингу Пётр Порошенко пытался во время дебатов в Генеральной Ассамблее ООН. Говорил о российских военных в Донбассе, которых, впрочем, не нашли даже наблюдатели ОБСЕ. Выступление лидера Незалежной проанализировал наш собственный корреспондент США Валентин Богданов. Лидеры стран на Генассамблею ООН обычно приезжают в сентябре, а не в феврале. Но Пётр Порошенко в цейтноте. Скоро выборы. До осени, как президент Украины, он может и не сохраниться. Процентов к рейтингу кандидата должны были добавить всё те же не раз звучавшие обвинения, похожие на прошлогодний снег. Визит пресс-служба Порошенко анонсировала как лаконичный, но проговорил он целых 40 минут. Военные эксперты однозначно определяют, что вооружённая группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой. Военные эксперты звучат так же размыто, но так же напыщено, как британские учёные. Впрочем, британская же «Хайли Лайкли» как раз является частью того дипломатического стиля, который Порошенко так старательно копирует. На это обратил внимание наш постпред Василий Небензя. Напомнил украинскому президенту и кандидату его же собственные слова времён предыдущей кампании. Избранный в 2014 году президент Порошенко объявил себя президентом мира, обещавшим немедленно завершить конфликт на Донбассе. Но не успело мировое сообщество свыкнуться с этим анонсом, как президент Порошенко превратился в президента войны. В войны, которая продолжается до сих пор. С сожалению, вынуждено сказать, с сожалению, там, где президент Порошенко, там пахнет порохом. Порохом брата убийственной войны. Напомню, это не Донбасс пришёл на Киев. Это рыцарское украинское воинство по определению президента Порошенко пришло на Донбасс. У США постпреда в ООН нет и, видимо, ещё долго не будет. Спикер Госдепа Хизер Науэрт в последний момент занять вакантную должность отказалась. И потому на пас с восточного фланга НАТО, туда Порошенко отчего-то поместил Украину, откликнулся зампу спреда Джонатан Коэн. Дежурно пригрозил России новыми санкциями, упомянул и российский Крым. Россия должна обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международным наблюдательным миссиям по правам человека и неправительственным организациям по правам человека в Крыму и прекратить любые злоупотребления в отношении лиц без каких-либо дискриминаций. Соединённые Штаты призывают Россию незамедлительно освободить более 70 украинцев, которые лишены свободы несправедливо. Про нашего коллегу Кирилла Вышинского, которого без всяких на то оснований киевские власти отправили за решётку только за его позицию, ни слова. Буквально накануне Кирилл встретил свой 52-й день рождения в Херсонском СИЗО. Конечно, не вспомнил о нём и Порошенко, когда ходил к генсеку Антонио Гутеррешу, передавал подписи о содействии в освобождении украинских моряков. Их Киев втянул в свою же провокацию в Керченском проливе. Из офиса генсека с 38-го этажа Порошенко спустился на лифте в кольце охраны. В холле мы его и перехватили. Пётр Алексеевич, когда освободите Кирилла Вышинского, нашего коллеги? 24 украинских моряка находятся у вас незаконно в тюрьме. Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно выпустить, потому что вы агрессор, вы нарушитель международного права. И вы, и ваш лидер, убийца украинцев. Ну а Кирилл? С Кириллом-то что? Вы же его лично знаете. Большой американский внедорожник увозил Порошенко в сторону собора УПЦ США в Нью-Джерси. Там панихида по небесной сотне. Оттуда в Киев отправляли одного из экзархов, но украинским там владеют не все. Финальный пункт заезда за океан – Филадельфия, где в местном совете по международным делам Порошенко вручают премию «Государственный деятель». Согласно данным на сайте этой организации, членом совета можно стать за 60 долларов. Студентам скидка за 35. Валентин Богданов и Иван Уткин. Вести из Нью-Йорка.